Всех приветствуем. Немножко сдерживалось, и по, как вы сказали, сами знаете. Меня зовут Культина Алексеев Андреевич, я являюсь руководителем и выдущим специалистом студии развития бизнеса «Видничта Лайв». Скажем так, уже на протяжении полутора лет и мы плотно сотрудничаем с данной организацией, во многом даже успешно. Соответственно, стоит, скажем так, я сегодня задолжен чисто технической стороны вопроса. Уличные движки, насколько это удобно, насколько это вообще актуально, стоит ли переходить, стоит ли ходить, либо искать действительно молодые таланты, которые будут себе писать с нуля. Конкретно наша студия занимается непосредственным разработком, поддержкой и, самое главное, развитием вашего проекта. Зачастую многие думают, что мы сейчас создадим сайт, мы его запустим, будем угрыковать какую-то информацию. И, в принципе, на этом работа наша закончена, да, мы молодцы. На самом деле, нет, я сделал только буквально одну десятую часть. На самом деле, тот проект, который вы сделали, да, его самое главное – поддерживать в актуальном состоянии. Та информация, те программы, те документы, тот материал, который вы лично размещаете, те отчеты, которые вы публикуете, они должны быть максимально актуальны и, соответственно, легкодоступны для, скажем так, практически 100% аудитории, к которым вам приходят. Как раз здесь возникает уже следующая сторона вопроса – да, это поддержка сайта. Заказали разработку, сделали сайт, кто-то уже, как говорится, наступает награбли – поддержка сайта. Для многих большое откровение, что зачастую поддержку сайта намного дороже, чем разработка сайта. И тут вы уже начинаете сметаться и сказать, а кто бы мог там подешевле найти и оказать ту или иную поддержку сайта. На самом деле для вас огромным опытом будет именно подготовить, в первую очередь, для себя общую картину того, что у вас за проект, какой должен быть сайт, где у него на протяжении хотя бы ближайшего года развитие он должен давать, соответственно, и уже эти все моменты попытаться заложить на стадии разработки, чтобы будет дальнейшая поддержка, наиболее, скажем так, наиболее качественная, с меньшими затратами и финансовыми затратами для вас обошлась. Многие студии молодцы, да, пробегают как поддерживать сторонние ресурсы, так и поддерживать собственные ресурсы. Здесь, кажется, уже относительно опыты каждого. И самое главное – это развитие. Мало кто позволяет вам, скажем так, имея ваш проект поддержки, направлять и указывать на недостатки, на ошибки, показывать наиболее приятные и наиболее эффективные инструменты, которые на примере других, допустим, такие же самые благородительные фонды. Сегодня я вам даже приведу пару примеров. Чисто практически Mark S0 действительно был очень хороший опыт. Допустим, за последний, получается, год мы проработали с программой поддержки социальных предпринимательств, Сорено, это питерский фонд, сделали непосредственно для учебно-кологического центра, чтобы собрать помощники. Последний проект, который буквально сегодня получили мы, согласование, поддержку и полностью, как говорится, запуск, это благородительный фонд Доброй Жизни. И, соответственно, у нас даже еще есть фонд, который не был по программе ПАСИК. Но, тем не менее, ребята, касается вашей бедности. Что я хотел сказать? Есть ссылки, материал, возможно, будет доступен. Да, презентацию публикуем, если можно, дополним. Есть контакты. Зайдите на сайт, посмотрите. Зачастую люди, имея определенный опыт, допустим, да, вот с этим проектом, мы разрабатывали его буквально с нуля. Мы, по факту, в руках имели простой нагрузку от руки формата А4, и в итоге, после течение буквально месяца мы смогли сделать тот проект, который действительно люди хотели и люди видели. И самое главное, мы его сделали и немножко доработали с технической стороны на вопрос как специалисты, имея определенный опыт по данному направлению. В этом проекте, да, ребята очень сильно и долго мучились, потому что изначально они выглядели платформу Joomla, которую наверняка у многих знакомых, может быть, кто пробовал. И основная проблема, которой они коснулись, это поддержка именно данного проекта. На самом деле, на тех специалистов, которые на Joomla будут поддерживать проект грамотно и, скажем так, реализовывать те функции и задачи, которые требуются от сайта, то есть очень-очень тяжело, практически нереально, именно грамотно на грамотно, зависит много, грамотно на грамотно. Что мы сделали? Мы элементарно рассмотрели тот объем, который необходимо, рассмотрели задачи, и мы сделали самое простое решение. Мы выбрали WordPress, простой движок, перенесли полностью весь функционал, немножко депелили внешний вид дизайна данного сайта, и теперь у ребят, у чат, получается готовая платформа с возможностью расширения абсолютно бесплатно. То есть любую задачу, которую они хотели приключить и реализовать в рамках своего сайта, реализуют практически установку с простого плагина. И уже при необходимости ребята элементарно доперют функционал довольного плагин, либо при необходимости мы пишем уже самостоятельно. То есть на выходе получилась платформа более гибкая, более удобная и комфортная. А в плане оптимизации и так далее, я думаю, как же уже касался этого вопроса. Точно также образ жизни в этом фонде. Имели печальный опыт сотрудничества с организацией. Соответственно, немножко, скажем так, в рамках договора договорились, сделали про депсайта, но не договорились по поводу реализации его на движке, допустим, любого движка. Соответственно, здесь мы точно также помогли реализовать буквально через неделю на следующую неделю. Вы сможете уже посмотреть, как он будет принесен в соответствии со своими стандартами. Точно также, центр «Разда надежды» вышел на нас уже по рекомендации. Они уже перешли опять же на WordPress. Это не реклама, а конкретно практикую. Когда попробуют сначала сделать на бесплатном движке на WordPress, не тратить за это абсолютно килогенетно рублей на копеек. Попробуйте поработать с материалом, с объемом, с структурой, с графикой и так далее. А потом уже, если у вас уже есть определенный опыт, вы можете выбирать на бесплатный или бесплатный на другие конструкторы. Это опять же очень богато опыт. Многие, к сожалению, сначала вкладываются большие деньги, платят за движки и так далее, что же самое один из правильных сайтов. И по факту оказывается, что для них система слишком сложная, слишком неподъемная, тяжелое воссвоение, да, чтобы, в качестве, немножко полезнее, попроще и быстрее реализовывать. И, соответственно, с точки зрения стоимости разработчика, все-таки более доступный вариант. Я думаю, самое замечательное и прекрасное, да, то, что все представители, которые здесь имеют, работа по данному направлению обязательно идут навстречу, рассматривают ваши варианты, да, составляют определенные льготы скидки, да, или функционалом, либо по стоимости, либо по времени идут навстречу. Десять процентов, я так понимаю, это сам ресурс, да, а самый минимум, который можно требовать от любого заказчика, для реализации той или иной задачи. В нашем случае работа уже целый год, мы можем смело утверждать, что мы готовы до 50 процентов сбрасывать от утреночной стоимости реализации того или иного проекта. То есть, реально, если у вас есть проблемы, если у вас есть задача перенести сайт, развить его сайт, да, расширить и увеличить функциональность, да. Без проблем мы с вами можем пообщаться на данную тематику и уже достаточно прилично, согласовав, сбросив по цене, реализовать ту или иную задачу. Соответственно, я понимаю, основные вопросы у нас будут после контакта. Если нужно, я один чуть-чуть и даже чуть-чуть доставлю. Есть время на один вопрос. Полтора. Да. Добрый вечер, Владимир. Заговорили про WordPress и есть опыт разработки нескольких сайтов в WordPress, но на шаблонном, возможно, слышали. The7 есть такой шаблон. Вот. И самая главная проблема, по которой хочется навсегда отказаться от этой затеи, немедленно работает сайт. Это проблема WordPress или данного шаблона? Это проблема тех разработчиков, которые непосредственно занимаются поддержкой сайта. Любой сайт – это, по большому счету, одна, по большому счету, технология печки. То есть, если мы эти технологии правильно связываем, оптимизируем, то ваш сайт будет просто летать. На нашей практике есть большие сайты именно по тематике, скажем так, политической нагрузки. Ее до 50 тысяч человек в день и без проблем вы просто держите такие нагрузки. Здесь сугубо нужно посмотреть, в чем проблема. Использовать инструктор, обратиться к бесплатным инструментам для того, чтобы анализировать ее, где конкретно у нас проблема. Если проблема у нас конкретно в этой уязвимости, ее необходимо устранить, а цель будет летать. И над ней можно работать дальше, дальше и дальше. Ну, смотрите, продолжим эту тему. Разбирались вопросы и пытались оптимизировать за счет снижения веса страницы айма. Но проблема-то оказалась в другом. То, что сам шаблон собирается из большого количества файлов папы. То есть, от нескольких резерв. Это не проблема. Это проблема стандарта. Это проблема хостинга. Если выбирать слабый хостин, то слабый компьютер, слабый телефон. А слабый это сколько? Ну, допустим, для того, чтобы стартануть с небольшой нагрузкой хостин за тысячу, за полторы тысячи рублей в год. Ну, 2 гигабайта на тянет скорость. Ну, то есть, низкая. Коллеги, я попрошу прощения. Все, после лера. Все, все, все. Все, спасибо. Спасибо.